Минобороны России приводит последние данные о ходе проведения специальной военной операции на Украине. Высокоточным оружием ВКС России и ракетами «Калибр» нанесен массированный удар по территории 169-го учебного центра сухопутных войск в районе населенного пункта Десна Черниговской области, 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск в районе Тетеревки Житомирской области, а также 184-го учебного центра вооруженных сил Украины в районе Старище Львовской области. В результате удара полностью утратили боеспособность 65-я, 66-я мотопехотные бригады и 46-я аэромобильная бригада из состава стратегических резервов ВСУ. Переброска этих соединений в зону боевых действий сорвана. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены. Живая сила и военная техника в 286 районах, артиллерийские и минометные подразделения в 62 районах, два пункта управления в районах Висунск и Бармашова Николаевской области, четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Лисичанский и западная окраина Лисичанско-Луганской народной республики. В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражены 10 взводов реактивных систем залпового огня в районах Авдеевка, Украинск, Ивановка, Новоселовка-1 и Воздвиженка Донецкой народной республики. В результате ударов авиации и ракетных войск и артиллерии уничтожено более 720 националистов, 12 танков и других боевых бронированных машин, 16 специальных автомобилей. Противник в очередной раз предпринял безуспешную попытку нанести удары авиацией и реактивными системами залпового огня по острову Змеины. Ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» был сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины и 12 реактивных снарядов. Жертв среди личного состава гарнизона и разрушений нет. Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 8 украинских беспилотных летательных аппаратов. Также сбиты 19 реактивных снарядов системы залпового огня в районах населенных пунктов Сулиговка, Глинская, Сухая Каменка, Харьковской области, Макеевка, Донецкой Народной Республики и над островом Змеины. В воздушном бою сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Зеленодольск Днепропетровской области. Вооруженные силы России нанесли массированные ракетные удары по Киеву. Одним из объектов огневого поражения был завод «Артем», производитель авиационных управляемых ракет класса «Воздух-воздух». По словам очевидцев, всего над городом пролетели 4 российские ракеты. Все взрывы прозвучали в Шевченковском районе. Также нанесен удар высокоточными ракетами по железнодорожному мосту через Днепр в районе Черкас. По предварительным данным, повреждена железнодорожная колея. Автомобильная часть не пострадала, но движение через мост закрыто. Железная дорога объявила о временной отмене пригородных поездов. Движение через дамбу в сторону поселка Благодатное перекрыто в обе стороны. В Сумской области российская авиация поразила позиции ВСУ в середине Будах и Краснополе. Нанесены ряд ударов по местам дислокации украинской армии на Лысой горе и Салтовке в Харькове. Украинское командование опасается возможного наступления российских войск в направлении Харькова. В городе идет создание фортификационных сооружений и укрепрайонов. Проведено минирование районов в Северной Салтовке и Пятихаток, а также местности на подъездах к Дергачам и Черкасской Лозовой. В районах соприкосновения повысилась активность применения разведывательных беспилотников «Лелека-100» и «Датский Хайндран». Для разведки и наведения артиллерии в окрестностях Рубежного и Западнее Руднево действуют украинские ДРГ. В Ивановке инженерное подразделение ВСУ предприняли попытку наведения понтонной переправы, по которой сразу же был нанесен удар. Для частичного перекрытия важных объектов военной инфраструктуры от ударов в Рогане функционирует РЛС-обнаружение воздушных целей, а также расчеты ПЗРК ВСУ размещены в Одноробовке, Константиновке и Барановке. Генштаб ВСУ признал потерю севера Донецка. В промзоне завода «Азот» освобождены все гражданские заложники. Под контроль российской армии и народной милиции ЛНР перешли населенные пункты в окрестностях города. Это не только Сиротино и Воронова, но и Боровское, за которое пытались держаться украинские боевики. Российские войска взяли там большое количество трофеев, включая гранатометы шведского и немецкого производства, пулеметы производства Бельгии и США и другие пехотные вооружения. Подбито несколько единиц бронетехники, включая БМП, на которые группа украинских военных пыталась вырваться из огневого мешка. Таким образом, все территории ЛНР на левом берегу Северского Донца полностью освобождены. Под контролем ВСУ осталось менее 2% территории республики, в том числе Лисичанск. Однако российские военные уже вошли в городские кварталы. Надолго закрепиться в этом городе у ВСУ не получится. Единственная дорога в Лисичанск со стороны Северска находится под огневым контролем российских сил. Продолжаются бои за Белую гору и Приволе. Завершается ликвидация котла в Золотом. Этот населенный пункт вместе с Горским фактически исчезнет из военных сводок в ближайшие дни, как исчез Мариуполь. В районе Солидара идут бои за Берестово и Белогоровку, а также у трассы Артемовск и Лисичанск в районе взятой Николаевки. Давление на фронт противника к северу от Солидара в ближайшие дни, очевидно, усилится. ВСУ, в свою очередь, готовится к обороне рубежа Солидар-Северск. Идут позиционные бои у трассы Авдеевка-Константиновка и на окраинах Нью-Йорка. После наращивания контрбатарейной работы со стороны российских сил интенсивность обстрелов в Донецке несколько снизилась. Наши войска сосредоточены на уничтожении орудий РСЗО противника. Российская армия продолжает наносить интенсивные удары по живой силе и технике в Николаеве, а также по Кривому Рогу и на Никопольском направлении.